Моя Америка Моя Америка Моя Америка Моя Америка Моя Америка Сначала немного истории, дамы и господа. Как всегда. Соединенные Штаты, наша страна, впервые выбирала президента в 1789 году. Это произошло на следующий год, после ратификации штатами Конституции. Конституция была принята в 1787 году Конституционным конвентом Филадельсии. В 2016 году состоялись 58-е президентские выборы. И они оказались пятыми в истории, в которых победитель получил меньше голосов избирателей, чем проигравший. Первым пострадавшим был в 1824 году Эндрю Джексон. Он первый кандидат в истории в президенты, который получил наибольшее число голосов избирателей, но потерпел поражение на выборах. Следующие четыре года в Белом доме провел Джон Куинси Адамс. Ну, а через четыре года, в 1828-м, Джексон взял реваж. Вторым пострадавшим был демократ Самуэль Тилден. В 1876 году он собрал больше голосов, чем республиканец Рутерфор Форд. Но пост президента занял Рутерфорд Хайес. Рутерфорд Хайес, республиканец. Демократы согласились признать поражение своего кандидата лишь после того, как республиканцы обязались прекратить оккупацию федеральными войсками южных штатов бывшей конфедерации. Мы с вами знаем, что после окончания Гражданской войны с 1865 года по 1877 южные штаты были оккупированы федеральными войсками, и все, кто участвовал в войне, имеется в виду мужчины, они были лишены права голоса. 1888 год. Президент-демократ Гровер Кливленд собрал больше голосов, чем республиканец Бенджамин Гаррисон. Но выборы Кливленд проиграл. Спустя четыре года Кливленд торжествовал победу. Он стал первым и до сих пор единственным президентом, кому удалось вернуться в Белый дом. С 1888 года по 1996, более ста лет, не было президентских выборов, в которых побеждал тот, кто получил меньше голосов избирателей. Но в 2000-м, это уже на нашей памяти, случилось то, чем знали только интересующиеся истории американцы. За демократа Алла Гора голосовало больше избирателей, чем за республиканца Джорджа Буша. Выборы выиграл, мы с вами знаем, Джордж Буш. И то же самое произошло три года назад, в 2016-м году. Это были 58-е в истории президентские выборы. За кандидата демократической партии Хиллари Клинтон было подано больше голосов, чем за республиканца Дональда Трампа. Но в Белом доме живет Дональд Трамп. Итак, в пяти выборах, в пяти из 58, победу кандидату, получившему меньшую поддержку избирателей, принесла коллегия выборщиков. Потому что, давайте читаем Конституцию 1, раздел 2 статьи. Записано, цитирую, «Лицо, получившее наибольшее число голосов выборщиков, становится президентом». В 2000-м году Буш получил 271 голос выборщиков, Гор – 266. В 2016-м Трамп получил 306 голосов выборщиков, Старушка Хиллари – 232. Хиллари Клинтон была избрана в Сенат в тот самый год, когда Гор проиграл 2000-й. И вот как она тогда, в 2000-м, прокомментировала исход президентских выборов, я цитирую Старушку Хилл. «Я твердо верю, что в демократическом обществе мы должны уважать мнение народа. И я считаю, это значит, пришло время покончить с коллегией выборщиков и перейти к всенародным выборам президента». Это говорила Хиллари Клинтон в 2000-м году, вряд ли догадываясь, что ее ждет в 2016-м. Так вот, спустя 16 лет, в 2016-м, перечисляя причины своего поражения, госпожа Клинтон назвала, в числе других причин, назвала коллегию выборщиков. И она далеко не первая, кто считает американскую систему выборов президента недемократической. За время существования этой системы было сделано 27 попыток, 27 попыток внести в Конституцию поправку, которая заменит коллегию выборщиков прямым голосованием. Вот что сказал однажды газете «Нью-Йорк Таймс» профессор истории Ельского университета Ахилл Рид Амар. Цитирую профессора «Система нечестная с первого дня». А вот как отозвался об этой же системе профессор политологии Техасского университета Джордж Эдвард. Цитирую профессора «Фундаментальная угроза американской демократии». В то время, когда они говорили это и писали, уже набирала силу компания не по ликвидации коллегии выборщиков, не по ликвидации. А по перестройке коллегии выборщиков. Новую систему создал профессор-компьютерщик Стэнфордского университета Джон Коза. Джон Коза. Вот как он ее назвал. «The National Popular World Interstate Compact» перевожу на русский. «Договор о межштатном всенародном голосовании». «Договор о межштатном всенародном голосовании». Профессор предложил договор в 2015 году. Достаточно давно. Лишь единицы верили в его осуществление. Но за время, которое прошло со дня последних выборов, с 2016 года, когда Трамп выиграл у Хиллари благодаря коллегии выборщиков, с тех пор договор набирает силу. Сегодня он достаточно близок к своему осуществлению. Верящие в договор уповают на то, что он и определит победителя предстоящих в следующем году президентских выборов. Я полагаю, в 2020 году этого не случится. Я надеюсь, и этого вообще не случится. Но мы с вами знаем. Never say never. И когда и если договор войдет в силу, Соединенные Штаты Америки превратятся в страну с однопартийной системой. Как это произойдет? Окей. Перед тем, как говорить о будущем, обратимся к прошлому. Как всегда, обратимся к истории. Напомню, Конституция рождалась в Филадельфии на Конституционном конвенте. Жаркое, душное лето 1787 года. Естественно, никаких аэрокондишевых, никаких вертушек, Потому что никакого электричества. Застопорены окна, чтобы журналисты не заглядывали. Двери закрыты, окна закрыты. Вот такой конвент. Конституция рождалась в муках. Едва ли не каждое предложение тут же вызывало возражение. И ничего удивительного в этом не было, дамы и господа. Представители 12 штатов, 13-й штат Родд-Айленд, конвент игнорировал. В Филадельфии собрались представители 12 штатов. И думали они прежде всего о благополучии своих штатов. Представители небольших штатов, таких как Коннектикут, Нью-Джерси, Делавер, Они противостояли представителям штатов-гигантов, Таких как Массачусетс, Нью-Йорк, Пенсильвания и Вирджиния. Штаты с широким использованием рабского труда Противостояли штатам, где такой труд играл ограниченную роль. Мы с вами знаем, рабы были во всех 13 штатах. Но на юге они играли громадную роль в сельском хозяйстве. В северных штатах их роль была, но в основном исполняли что-то по дому. Штаты с широким использованием рабского труда, повторюсь еще раз, Противостояли штатам, где такой труд играл ограниченную роль. И каждый штат жил своей жизнью. На другие штаты каждый взирал не как на составную часть общего государства, А как часто на враждебного соседа. Ну, у многих штатов были свои собственные деньги. Торговля между штатами, были введены тарифы. Вот такая была вновь созданная республика Соединенные Штаты Америки. В самом деле, дамы и господа, что было общего, ну, например, между жителями Южной Каролины и Массачусетса? Вообще, ровным счетом, ничего общего. И вот, вот таким не похожим, совершенно различным штатам предстояло выбирать главу государства. Конвент рассматривал различные способы избрания президента. В частности, обсуждался вариант избрания президента в Конгрессе. Этот вариант был отвергнут по ряду причин. В частности, Конвент уже решил позволить Конгрессу принимать решение об увольнении президента об импичменте. Вопрос, уволит ли Конгресс президента, которого сам же выбрал. Ну, разумеется, нет. После долгих дебатов было решено создать коллегию выборщиков. В нее должны были войти представители каждого штата, причем люди, осведомленные о жизни всей страны. И оговаривалось, выборщиками не могут быть депутаты Конгресса и депутаты штатных легислатур. Все в той же Конституции, первый раздел, вторая статья записана, читаю. «Каждый штат назначает в порядке, установленном его легислатурой, выборщиков, число которых равно числу сенаторов и конгрессменов, которых штат имеет право направить в Конгресс». Это записано в Конституции. Еще до того, как Конституционный конвент решал вопрос о коллегии выборщиков, был решен вопрос о представительстве каждого штата в каждой палате Конгресса. В Нижней палате и палате представителей представительство было решено в зависимости от числа жителей штата. А вот в Верхней палате, это Сенат, два депутата вне зависимости от числа жителей. Решение о числе депутатов каждого штата Верхней и Нижней палаты было достигнуто после многочисленных споров. Делегатам больших штатов пришлось пойти на компромисс с делегатами небольших. Согласиться, каждый штат представлен в Сенате двумя депутатами. И без этого компромисса, дамы и господа, не было бы и Конституции. Не было бы Конституции, возможно, не было бы нашей страны Соединенные Штаты Америки, потому что те Соединенные Штаты Америки, которые существовали в первые годы, с 1776 по 1787, это была аморфная республика. Каждый штат сжил своей жизнью. И когда вопрос о числе выборщиков от каждого штата был решен, споров в Конституции уже не было. Споры начались позднее. Главным поводом к спорам служило и служит несоответствие между числом выборщиков от различных штатов. Ну, например, если говорить о сегодняшнем дне. Что общего, к примеру, между Калифорнией и Вайомингом, когда принималась Конституция, этих штатов не существовало? Что общего между Калифорнией и Вайомингом? Давайте обратимся к цифрам. Коллегия выборщиков насчитывает вот уже много лет 538 выборщиков. Почему 538? А вот почему. Сенаторов у нас 100. Депутатов Палаты представителей 435. 100 плюс 435 это 535. И к 535 мы прибавим еще трех представителей Федерального округа Колумбия, города Вашингтона. Итак, всего 538. Калифорния представлена в коллегии ныне 55 выборщиками, потому что 53 конгрессмена плюс 2 сенатора. Вайоминг. У Вайоминга 3 выборщика. Почему? Потому что всего лишь один конгрессмен и два сенатора. Согласитесь, разница большая 55 и 3. Но если сравнить разницу в численности населения этих двух штатов, Калифорния выглядит ущемленной. Проведенная в 2010 году перепись населения, мы с вами знаем согласно Конституции, Перепись проходит каждые 10 лет. Следующая в 2020 году. Итак, проведенная в 2010 году перепись населения зафиксировала 37 миллионов жителей в Калифорнии. 37 миллионов. Вайоминги 583 тысячи. Еще две цифры очень интересные. В президентских выборах 2016 года, 3 года назад, участвовали 13,2 миллиона калифорнийцев. 13,2 миллиона. И только 243 тысячи жителей Вайоминга. Эти цифры убеждают многих. Калифорния заслуживает большего представительства в коллегии выборщиков. Ну, как, например, и штат Нью-Йорк в сравнении с Северной Дакотой. Или штат Иллиной в сравнении с Монтаной. Но изменить представительство штатов в коллегии выборщиков нельзя. Ибо в Конституции записано, повторяю, каждый штат назначает выборщиков, число которых равно числу сенаторов и конгрессменов. А каждый штат, вне зависимости от населения, представлен в Сенате двумя депутатами. На число выборщиков от каждого штата влияет проводимая раз в 10 лет перепись населения. Из одних штатов отток жителей, в других рост числа жителей. Первые теряют одно-два места в палате представителей. И, значит, теряют одного-двух выборщиков. Вторые штаты получают дополнительные места в палате представителей, значит, в коллегии выборщиков. Но общее число, общее число, 538, остается неизменным. Чтобы победить, кандидат в президенты должен заручиться поддержкой, как минимум, мы знаем, 270 выборщиков. По сложившейся традиции, в Конституции этого не записано, подчеркиваю, дамы и господа, Это традиция. В Конституции этого не записано. Традиция. Выборщики каждого штата голосуют за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей штата. Если кандидат А получил в штате хотя бы на один голос больше, чем кандидат Б, то выборщики этого штата отдают кандидату свой голос. Я живу в Северной Каролине. Если бы Трамп победил Хиллари с преимуществом всего в один голос, то выборщики Северной Каролины должны были бы голосовать за Трампа. Неписанное правило гласит, победитель получает все. Из этого правила, мы знаем, есть два исключения. Это штаты Мэн, в нем 4 выборщика, и штат Небраска, в нем 5 выборщиков. Повторю еще раз. Было предпринято 27 попыток внести в Конституцию поправку, которая отменит коллегию выборщиков. Все 27 закончились крахами, не могли закончиться иначе, чтобы новая поправка, любая поправка Конституции вошла в силу. Ее должны поддержать две трети депутатов в каждой из палат Конгресса, и затем три четверти штатов, 38 из 50. Многочисленные авторы поправки о ликвидации коллегии выборщиков не могли преодолеть даже первый барьер в Конгрессе, большинство в две трети голосов в палате представителей в Сенате, до второго барьера решения штатных легислатур дело никогда не доходило. И вот профессор-компьютерщик Стэнфордского университета Джон Коза прекрасно сознавал, поправка о замене коллегии выборщиков прямым голосованием обречена на провал. Профессор пошел другим путем. Предложенный им договор о межштатном всенародном голосовании не отменяет коллегию выборщиков. Коллегия была, есть и будет. Но выборщики от каждого штата должны, предложил профессор, голосовать не за кандидата, который получил наибольшую поддержку в их штате, а за кандидата, который получил наибольшую поддержку во всей стране. Конституция не нарушается, потому что в Конституции, повторю еще раз, не записано, за кого должны голосовать выборщики. На этот вопрос отвечает легислатура каждого штата. Если легислатура примет закон, обязывающий выборщиков голосовать за кандидата, получившего больше голосов по всей стране, и губернатор утвердит такой закон, выборщики будут обязаны подчиниться. На сегодняшний день закон о договоре принят в 15 штатах. Называю их по алфавиту. Вашингтон, Вермонт, Гавайи, Делавер, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Коннетикут, Массачусетс, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон и Род-Айланд. В этих штатах легислатуры находятся под контролем демократов. Соответствующий закон принял городской совет столицы города Вашингтона, это федеральный округ Колумбия. 15 штатов и этот округ дают в общей сложности 196 выборщиков. 196, до искомой цифры 270 остается всего-навсего 74. Сторонники договора надеются, что ко времени следующих выборов, 3 ноября 2020 года, эта цифра будет получена. Эта цифра будет получена. Верхняя палата легислатуры штата Мэн, 4 выборщика, уже приняла соответствующий закон. Нижняя палата его отвергла. Обе палаты легислатуры Невады, 5 выборщиков, утвердили закон. Однако губернатор-демократ Стив Сайсолак, демократ, наложил вето и объяснил свое решение. Вот что сказал губернатор Невады. Межштатный договор уменьшает роль небольших штатов в национальных выборах. Мы хотим, чтобы выборщики нашего штата поддержали кандидата, которого поддерживают избиратели нашего штата. Маловероятно, чтобы сторонникам межштатного договора удалось получить в оставшиеся до предстоящих выборов время необходимую поддержку. Добьются ли они поставленной цели к 2024 году? Или к 2028 году? Если добьются... Окей, дамы и господа, обратимся к выборам 2016 года. Дональд Трамп, напомню, получил поддержку 306 выборщиков. Хиллари Клинтон 232. Но за госпожу Клинтон голосовало 65 миллионов 853 тысячи избирателей. За Трампа 62 миллиона 908 из 4 тысячи. Разница 3,8 миллиона. 3,8 миллиона. Запомните эту цифру. Разница по всей стране 3,8 миллиона. Но есть еще одна цифра, позволяющая нам осознать, почему межштатный договор неминуемо приведет к установлению в стране однопартийной системы. В 2016 году в Калифорнии за Хиллари Клинтон было подано на 4 миллиона 251 тысячи голосов больше, чем за Нональд Трампа. Таким образом, один штат из 50, штат Калифорния, гарантировал бы победу госпоже Клинтон, если бы, если бы уже вступил в силу межштатный договор. В Калифорнии наверняка принимают участие в выборах жители, еще не получившие американское гражданство, и я предполагаю, даже нелегальные иммигранты, то и другое нарушение Конституции. Но власть демократов в Калифорнии безгранична. Вряд ли кто-то обратится в суд, оспаривая результаты выборов. Выскажу предположение. В следующем году, в 2020-м, демократической партии для победы в штате Калифорния над президентом Трампом цифра окажется еще большей, чем победа Хиллари Клинтона над Трампом. Ну и прибавим штат Нью-Йорк. Клинтон опередила Трампа на 1 миллион 746 тысяч голосов. Этот штат, штат Нью-Йорк, вместе с Калифорнией, стопроцентно гарантирует кандидату демократической партии победу на выборах при всенародном голосовании. Подведу итог, дамы и господа. Договор о межштатном всенародном голосовании передаст Белый Дом под контроль демократов и демократы при участии Конгресса и с одобрения Верховного Суда, состав которого будет расширен. Они превратят Соединенные Штаты Америки в такую страну, о какой ныне мечтают социалист Берни Сандерс и нью-йоркская комсомолка Александрия Оккасе-Кортес. И я, дамы и господа, я, бывший житель страны с однопартийной системой, не хотел бы жить в такой Америке. На этом я заканчиваю монолог. Будет небольшой перерыв на рекламу. После рекламы я с удовольствием присоединяюсь к разговору с вами. Оставайтесь, дамы и господа, на волне нашего радио. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка», Как всегда, во втором сегменте программы Алексей с удовольствием ответит на ваши вопросы. Ну или, если у вас есть какое-то мнение, пожалуйста, набирайте номер телефона 847-400-5200 и будем общаться. Ну а пока, Алексей, вот у нас уже есть звонок, давайте мы его примем. Даже два. Добрый день, вы в эфире. У меня есть маленькое предложение насчет темы вашей передачи. Я не знаю, насколько вам это заинтересует, вас или нет. Следующая передача. Дело в том, что вчера весь мир отмечал высадку наших американских космонавтов на Луне. Первую. Это колоссальные события не только для нашей страны, а для всего человечества. Но, к сожалению, ни радио «Народная волна», ни другие не отозвались на это, ни одной передачи. Даже вот те ведущие, которые сидят, они о чем угодно говорят, но только не об этом. Я не знаю, волнует это или нет. А мне кажется, что если вы сделаете следующую передачу, посвященную высадке наших американских космонавтов на Луну 30 лет тому назад, это будет очень интересно. Ну, по крайней мере, для тех, кто любит эту страну не на словах, а на деле, и кто болеет за нее реально, а не просто обычным трепом. Спасибо вам большое. Вы знаете, я не обещаю про следующую неделю, потому что у меня к следующей неделе уже готовится тема. Я свяжу ваши предложения, когда поведу рассказ о предлагаемой Трампом создании вооруженных сил космических. И я тогда объединю ваши предложения, то, что вы предложили, очень хорошее предложение, 50 лет, большой срок высадки астронавтов, конечно. И я постараюсь объединить две темы в одну. Спасибо большое за предложение. Спасибо. Ну, пока нет звонков, давайте продолжим пока вашу тему. Ну, а как только появятся звонки, я обязательно вам об этом сообщу. Толя, у меня есть такое предложение. Пожалуйста. Связанное с событиями, которые происходят, ну, буквально в наши дни, вчера, позавчера, два дня назад, три дня назад. Это связанное с тем, что твит Трампа предложил тем, кто не любит Соединенные Штаты, отправляться к себе домой, откуда они приехали, устанавливать там порядок. Ну, мы знаем, что вслед за этим произошло. Комментарии самые различные. Причем, например, в газете «Нью-Йорк-Пост», это консервативная газета, там есть прекрасный комментатор, консерватор Гудвин, он считает, что Трамп вот своим этим твитом, он слишком далеко зашел. Слишком далеко зашел. Я согласен с Рашем Лимбом. И то, что Раш Лимбо прав, то, что он сказал еще позавчера, уже проявляется сегодня. Решение Трампа было, ну, скажем так, гениальное. Было ли оно спонтанное или заранее подготовленное, и вот почему. Мы с вами знаем, что за несколько дней до этого твита, эти четыре женщины, которые первый год, первый срок в Палате представителей, они называют себя «Сквад», «Команда», они обвинили Хиллари Клинтон, не Хиллари Клинтон, а Нэнси Полоси, не менее, обвинили в расизме. Обвинили в расизме. Плюс, Байдена, мы знаем, обвиняют в расизме. Таким образом, намечался раскол в демократической партии, совершенно явный. Решение Трампа вызвало реакцию демократической партии, в том числе Пелоси, предсказуемую. Они решили защитить этих женщин. Таким образом, сегодня демократическая партия, во главе с руководителями этой партии, главный сегодня человек в демократической партии, это спикер Палаты представителей Нэнси Полоси, потому что спикер Палаты представителей по Конституции, это лицо, которое становится президентом, если что-то случилось с президентом и с вице-президентом. Нэнси Полоси первая. Значит, на сегодняшний день демократическая партия охраняет и защищает этих четырех дам. Таким образом, у Трампа и сторонников Трампа, у нас с вами, есть возможность представлять демократическую партию, партия, которая защищает антисемиток, мы это прекрасно знаем, защищает четырех дам, которые хотят переделать Соединенные Штаты, превратить эту страну в социалистическую. Таким образом, решение Трампа ответнуть, оно играет на руку Трампа, а ни в коем случае не играет на руку тем, кто выступает против него. Абсолютно. Леша, у нас есть звонок, давайте попробуем ответить и потом продолжим. Обязательно, очень интересно. Одну секунду. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот то, что вы сказали о том, что демократы законным путем пытаются наш электрокалыч увеличить их, возможности голосовать за тех, кого они укажут, то есть установят демократическую диктатуру. А вот почему наши республиканцы как-то не пытаются этому воспреспрятствовать? И вы говорите о том, что это все делается по закону. А мне кажется, что демократы уже давно плевать, кстати, на Конституцию и на все законы существующие в Соединенных Штатах. Скажите, пожалуйста, когда демократы и республиканцы начнутся... Значит, я повторю то, что сказал в передаче. В Конституции не записано, за кого должны голосовать выборщики. Таким образом, вот этот закон, договор они называют, межштатный договор, он ни в коем случае не является нарушением Конституции, потому что каждый штат сам принимает решение, за кого голосуют выборщики. Теперь о республиканцах. Республиканцам есть возможность поэтому противостоять. Что для этого следует делать? Для этого следует в каждом штате республиканцам стараться захватить контроль хотя бы над одной палатой, либо над нижней, либо над верхней, потому что если хоть одна палата будет под началом республиканцев, то этот закон в конкретном штате принят не будет. Все 15 штатов, которые я перечислил, все 15, во всех этих 15 штатах обе палаты законодательных собраний контролируются демократами. Поэтому, повторяю еще раз, республиканцы должны делать все, что в их силах, чтобы этого не произошло. Например, в моем штате, где я живу в Северной Каравине, на протяжении многих-многих-многих лет демократы были в большинстве и в палате, и в верхней палате, и в нижней палате легислатуры. В 2010 году это изменилось, сейчас обе палаты находятся под контролем республиканской партии. Поскольку они находятся под контролем республиканской партии, значит, штат Северная Каролина такого закона не примет. Это путь республиканцев для того, чтобы Электор Алкалыч, коллегия выборщиков, действовала так, как она действовала с 1789 года. И не менялась. Вот что могут сделать республиканцы. Спасибо, Алексей. Давайте ответим на следующий вопрос. Добрый день, вы в эфире. У меня такой вопрос. У нас вот в Нью-Йорке, в ревиционаре, есть такой национ, он нагнетает обстановку в отношении разногласия между Америкой и Англией. Что Америка не поддержала Англию в вопросе нападения Ирана на их судно, на их танкер. Насколько это действительно серьезно? Потому что я ему, честно говоря, не очень доверяю. Буду интересно ваше мнение. Спасибо. А мнение мое очень простое. Никаких разногласий между Соединенными Штатами и Британией по этому поводу нет. Потому что британские морячки находятся в тех же водах, что и американские. И если у британских есть возможность отпугнуть иранских пиратов, то зачем Соединенным Штатам в это дело вмешиваться? Никакого смысла нет. Абсолютно. Тем более, что Англия... Никаких разногласий по этому вопросу между Америкой и Британией не существует. Тем более, что абсолютно Англия имеет абсолютные возможности, особенно на морях, ну и в общем океанах. Поэтому я не думаю, что они нуждаются в поддержке Америки в этом смысле. Давайте послушаем следующего радиослушателя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич. Я хотел вот такой вопрос поставить. Ну вот в нашем штате тоже приняли коллегию выборщиков таким образом. А если вот в нашем штате, даже в нашем Иллинойе, сделать так, чтобы избиратели, когда приходили на избирательные пункты, предъявляли свои ID с фотографией? Для того, чтобы выборы шли законным путем. Тогда это будет работать. А вот то, что они сделали с этой системой голосования, это ничего работать не будет. Это будет все фейк. Значит, я вам напомню, у вас был такой замечательный мэр Дейли. Был сначала папа, потом был сын. Папа. В 1960 году, перед выборами, президентскими выборами, 1960 год, когда мэром Чикаго был папа Дейли Папа, он сказал золотые слова. Джек, Джон Кеннеди, наберет в Чикаго столько голосов, сколько требуется ему для победы в штате Иллиной. Значит, в городе Чикаго, графство Кук, это самое большое по населению после графства Лос-Анджелес. Графство Лос-Анджелес, это объединяет весь Лос-Анджелес, графство Кук, это город Чикаго. Значит, голоса в графстве Кук, их голосов достаточно, чтобы победил кандидат Демократической партии. Поэтому, поэтому, стат Иллинойс, насколько я понимаю, во всяком случае, нижняя палата, да и верхняя, находится под контролем Демократической партии. Ну уж, графство Кук было царством Демократической партии на протяжении многих лет, многих, многих, многих лет, десятилетий, и остается. Так что, ничего изменять нельзя, так же, как в штате Нью-Йорк, в городе Нью-Йорке. В городе Нью-Йорке избирателей, прошу прощения, черных, возят автобусами на избирательные участки. Зарегистрировались эти избиратели для выборов? Или не зарегистрировались? Ну, пойди проверь, потому что на избирательных участках приходит голосовать черный. Ну, кто ему скажет, покажи документ. Раз, я пришел голосовать, пусть голосует. Вот и все. Это происходит, дамы и господа, во всех городах, где царствуют демократы. А это города, это крупнейшие города. Это Сан-Франциско, это Лос-Анджелес, это Остин, это Чикаго, это Детройт, это Нью-Йорк, это Вашингтон, это Атланта, это Бостон и так далее, и так далее, и так далее. Это все царство демократической партии. И то, что там происходят махинации на выборах, в этом можно не сомневаться. В свое время замечательный был помощник Джорджа Буша Ли, Ли Этли, сейчас я постараюсь вспомнить его фамилию, не важно, так сказать, он покойный. Он в свое время сказал, если республиканцы хотят побеждать в местах, где большинство, где правят демократы, то республиканцы должны набирать как минимум на 5% голосов больше. Все, достаточно сказано. Правда, это правда. Это было при Джорджа Буш и папе сколько уже лет назад, уже 40 с чем-то, да, неправда. И это действительно сегодня. Спасибо за звонок. Спасибо, Алексей, за объяснение. Ну, давайте тогда вернемся к этим четырем дамочкам. И я вам просто хотел напомнить, представляете, вот если бы их не было на самом деле, их бы нужно было придумать. Вы подумайте, одна прогрессивная мусульманка, одна консервативная мусульманка, черная и порториканка. Ну, как еще лучше составить вот именно команду вот этих горлопанов? Ну, как? Толя, Толя, я считаю, я считаю, что им бы как раз было лучше, чтобы в их компании был белый, а еще лучше белый мужчина. Еще лучше белый мужчина. Так где же его найти? Глядите, Толя, значит, Трампа обвиняют в расизме. Он расист. Но Трамп в своих твитах, во-первых, не сказал, что это, какой состав этой команды. Более того, о нем можно говорить, Жена ненавистник. Опять-таки, он в своих твитах не сказал, что из себя представляет эта команда. Он просто дал понять, что если ты депутат палаты представителей, нижней палаты Конгресса, то ты должен любить свою страну. Возьмем эту самую девочку, родившуюся в Сомали. Да, она в Сомали, по-моему, родила. Да, да, да. Или Ханамар. Она, она, она. Во-первых, это интервью ее, которое она давала 3 или 4 года назад, оно шагает сегодня всюду. Она сравнивает Алькаеду, сравнивает с Соединенными Штатами. Недавно она, теперь Комсомолка объявила, сравнила Соединенные Штаты с нацистской Германией. Побывав на границе с Мексикой, она сказала, что там существуют конституционные лагеря. То есть это 4 ненавистницы Соединенных Штатов. Толя, я с вами согласен. Лучшего подарка для Трампа быть не может. А еще больше подарок, чтобы всю эту команду из 4 этих дам официально поддержали все кандидаты, все демократы, которые рвутся в президенты. Тогда прямо можно будет говорить на выборах, что из себя представляет кандидат демократической партии. Это Трампу подарок. Это огромный подарок. Плюс, я вам скажу, да, ну, если не учесть вот этих кандидатов на пост президента, то, в принципе, вот тем, что произошло голосование в Нижней Палате и в его результате, я думаю, даже это уже такой же огромный подарок Трампу, потому что, в принципе, он может теперь судить о всей фактически демократической партии. Вот и все. Не только он, то ли, а все мы можем судить. Все мы, да. Представляет демократическая партия. Кстати, сегодня они голосуют по поводу импичмента. Я не знаю, еще сейчас, я смотрел на часы, сейчас около 4, по-моему, еще не голосовали. Уже один человек, ну, демократ из Техаса, предложил импичмент, начать процесс импичмента. И эта самая дама, Пелоси, категорически против. Сегодня, как будет голосование проходить, я думаю, что демократы в целом проголосуют. Ну, естественно, республиканцы будут против, и большинство демократов будет против, потому что они, потому что Пелоси прекрасно знает, что если демократы еще начинают процесс импичмента Трампу, это наверняка грозит поражением тем демократам, которые в 2018 году сумели победить в округах, в тех округах, в которых в 2016-м победил Трамп. Поэтому, естественно, мадам Пелоси против процесса импичмента, но она уже замочила себя прекрасно, объявив, что демократическая партия, палаты представителей демократов защищает вот этих четырех антиамериканских дам. Абсолютно. А я еще попробую с вашего позволения поиграть в политика и сказать, что если они сегодня все-таки будут голосовать, они сделают огромную политическую ошибку, потому что если уже на то пошло, если голосовать, то только после слушаний в следующую среду, надеясь на то, что Малер разворушит вот эти угли и опять какой-то там костерок загорится, ну хотя бы на этой почве можно было бы что-то решать. Толя, Толя, не думайте о том, о Мюллере палате представителей. Команда Мюллера уже беседует с демократами, как себя вести. Да, 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 конечно. Они сделают все возможное, чтобы заткнуть рот республиканцев. Так я же об этом говорю. Чтобы Мюллер на вопросы республиканцев говорил, я не помню, я не знаю, я не буду говорить на эту тему. Это уже есть сговор команды Мюллера с демократической партией. Абсолютно. Вы не возлагаете большие надежды на слушания, которые будут переделывать. Нет, 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 Лешина, вы меня не поняли. Наоборот. Я говорю именно о том, что договорившись демократы с Малером, после, зная то, что будет происходить на слушаниях, что демократы будут опять воорушить вот этот костер, чтобы возгоралось, как говорится, пламя, вот только после этого я бы проводил голосование. Я бы сегодня его не проводил до встречи с Малером. Вот в чем дело. Так, давайте, у нас есть буквально минутка, давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире, очень коротко, пожалуйста. Здравствуйте, у меня, кстати, вопрос короткий. Я буквально вчера в новостях послушала, ну, правда, с Украины. Там приводились примеры, что СНН заказала какой-то социальный опрос, и по этому социальному опросу, что интересно, меня поразило, любой из демократических кандидатов как бы набирает больше в процентном соотношении голосов, чем Трамп. Вот меня это очень удивило. Вы что-нибудь слышали об этом? Слышали. Сейчас, одну секундочку, давайте попробуем. Леша, вы хотите пройтись по этому делу? Я могу сказать только одно. Сегодня процент, сколько набирают демократы, сколько набирает Трамп, не имеет ровным счетом никакого значения. Когда у демократов появится кандидат в президенты, конкретное лицо, он, она, не знаю, черный, белый, неважно, тогда можно будет говорить о каких-то сравнениях, и то, любые опросы, любые опросы, я подвергаю сомнению. Почему? Потому что мы помним, что было в 2016 году, все опросы показывали, что Хиллари Клинтон победит, а Хиллари Клинтон проиграл. Да. Лешенька, у вас есть буквально полминутки для вашего заключительного слова. Прошу вас. Дамы и господа, на следующей неделе разговор будет не столько о политике, сколько об экономике, но и об экономике и политике. Я буду рассказывать, что делают демократы для того, чтобы затормозить развитие американской газовой промышленности. Это будет ровно через неделю. Всего хорошего, дамы и господа. Спасибо большое, Лешка. Вы тоже будьте здоровы.